Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и у нас продолжение кукинг-симулятора. Собственно говоря, на чём мы закончили? Чё-то очень быстро здесь мышка так работает, ещё и фризит немножечко, но ладно. Принудительная... А, подготавливательная фаза. Я после Resident Evil, я прям всё, вообще, я... Вообще непривычно так играть мне во всё. Нужно нам с тобой... Купить ещё кастрюлю. И снизить чувствительность мышки, а то больно она какая-то дикая. Настройки чувствительной мышки в 0.90, наверное, поставить. Не, в жопу, надо поставить её в 0.8, в 0.7, в 0.60. Пускай 0.60 будет. Во, 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 отлично. Подготовительная фаза. Чё она у нас... В чём она у нас с тобой заключаться будет? Ни в чём. Мы поставим вот это вот сюда. Это всё тут. Сковородка чистая. И разделочная доска тоже чистая. Давай возьмём губочку, протрем вот тутова. Чё такое? А компьютер на взлёт пошёл просто, да и всё. Делов-то. Resident Evil так сильно не мучает мой компьютер, как кукинг-симулятор. Вот это мне нравится. Resident на высоких настройках не мучает компьютер сильнее, чем кукинг-симулятор. Это жуть. Написали, что тут есть в утваре контейнер для автоматического резчика. Чё такое масс? Странная хрень какая-то. Миска пластиковая, противень разделочный. Так, средняя шпажка, чашка комбайна. Возможно, нужно нам с тобой купить контейнер для автоматического резчика. Купить. А куда бы его поставить? Где у нас автоматический резчик для начала? Точно не это? Вот это что ли? Нет. Да тоже нет. Это глупость. Автоматический резчик. Где ты есть? Ей-ей-ей. Где бы мне его найти-то? Я наверняка на него смотрю, но не вижу. В упор не наблюдаю. Представляешь? Может быть, куда-то вот сюда? А чё он делает-то? Погоди, погоди, погоди. А там ещё есть что-то для этого резчика. Сетка, сковородка, чашка комбайна. Но она сотку стоит. И вот самое интересное, здесь не пишут, что это значит и для чего это всё нужно. Давай одну картошку тупо для этого, для эксперимента порежем. Посмотрим, во что она превращается. Блядь, ну. По 7 грамм, по 11. Он просто, короче, режет. Я понял. А вот это что? Вот это чашка для комбайна. Я понял. Давайте чашку купим ещё. Но хуже всё равно никому не будет, правильно? Нам в любом случае это всё покупать. Может, он хоть порежет как-то правильно, не знаю. Пойдём ещё картошку купим. Она 1 цент стоит. Ничего... Это лимон. А вот это картошка. Она всё равно стоит 1 цент. Так что ничего страшного не случится. А что такое-то? А как мне туда... Погоди-ка. Вот так. Вот так. Серьёзно? Пюре... Ёп твою мать. Пюре вообще превращает. Короче, понятно. Не, пюре мне не нужно. Мне нужно... Мне нужны кусочки. Но кусочки выглядят не очень правильно и не так, как я хочу. Кстати, сказали, что можно колёсиком, мышью всё... А, да, во. Вот так вот. Собирать целиком. Так что... Так что теперь мы знаем, как собирать всё. Ладненько. Пропустим подготовительную фазу. Она нам сейчас вообще не упирается. Сетка для фритюра. Так. Суп. Давай суп. У меня есть суп, томатный есть, борщ. Ну, и чего мы ждём? Новый зак... Не, это самое наше любимое. Форелька. Форелька. Форельку на противень. Нет, форельку сначала надо это самое... Поперчить, посолить. Чёрный перец, тимьян, укроп. По пять грамм. Чёрный перец, тимьян, укроп. Чёрный перец. Угу. Почти как нужно. Два, три, четыре, пять. Пять, говорю же, ну. Чёрный перец. И укропчик сейчас ещё. И укропчик. Угу. Всё как положено. Это дело всё на противень, на 90 градусов. И приправить сушёным хреном. Откроем. Хрень эту. Духовку. Не понимаю, почему... На против... На нём уже всё что-то есть. Ну-ка. Взять рыбёху. Не понимаю, зачем он так резко открывает эту дверцу. Возможно, потому что он её не любит. И включим. На 90 секунд, хочу заметить. Надо поставить. Так. Давай вот... Так, поставим. Теперь берём с тобой лимончик. Лимончик на четыре части режем. По 20 грамм мулек. Кстати, это самое простое, по-моему, что мы здесь вообще можем резать. Лимон этот. Так. Вот так. И вот... Обидно, что он нельзя просто поперёк, ещё снизу взять и разбоку, точнее, разрезать. Это обидно. Да, будет вот так. И как ни толкнуть можно этот лимончик, чтобы он упал. Угу. Берём вот так и кладём вот так. Да что такое-то? Вот примерно здесь. По 20 там нужно было, да? 20, 20, 21 и 19. Да это прям вообще практически идеальная нарезка. Опа! Ща. Свежая петрушка. Свежая петрушка. Это три штучки здесь. Берём с тобой тарелочку. Тарелочку возьмём вот эту большую, потому что на ней все точно поместятся. Положим это сюда. И, в принципе, просто ожидаем, когда же приготовится форель. Да положись ты. Всё. Выключаем форель. Открываем. Что-то она не доготовилась. Пусть ещё чуть-чуть потомится. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять секундочек я мог потерять. Да? Пять секундочек я потерял. Хотя, в принципе, тоже сразу не стал запускать таймер, чтобы наверняка... Ну, блин, не. Вот здесь не нужно, короче, это массово вот так вот складывать. Получается не очень хорошо. Так, и... Подожди, я хреном забыл посыпать. А если я забыл хреном посыпать пятью граммами хрена, то это уже, считай, неправильное блюдо. Три. Четыре. Пять. Немножечко лимончик я посыпал, ничего страшного. Вот так вот идеальное блюдо превращается в какое-то говно. Свежая петрушка. На пол упала, ничего страшного. Три штучки петрушки. Раз, два, три. От... Вот этого вот отпадения становится только вкуснее. Сейчас на четыре с половиной оценит по-любому. Хотя не смотри, как все хорошо. По просьбам трудящихся смотрим жалобы гостей. Идеально все. Идеально. Гость доволен. Переходим к следующему заказу. Где он тут у нас? Борщец. Борщец вон тот. Пусть греется. Берем тарелку глубокую. Так. Да, хватит фризить. Что так случается с компьютером? Мне же вроде ничего страшного. Там не запущено. Чего фризить начало, я не пойму. Не было такого никогда. И вот опять. Что, суп все уже, да? Погрелся? Погрелся. Давай, возьми ты поварешку. Раз. Два. Лепота. Вот тебе и супец. Надеюсь, это был тот. Томатный просто немножечко так это... Посветлее. Ну-ка. Жалобы гостей. Борщ украинский. Текстура слишком холодная. Да пошел ты в жопу. Холодно тебе. Погрей. Подыши на него. Так, следующий заказ. Что у нас? Слишком холодно. Тут он горячо как. Так, а это томатный суп, да? Да, томатный суп. Но томатный тоже можем погреть. Ну-ка, ся. А, он и так... А термометр здесь есть, нет? Термометр какой-нибудь в... Вот, чтобы я брал, смотрел, что к чему и почему, и сколько это все по температурам. Ту-ве. Хэллоуинская свеча. Горелка. Ведерко. Нету, слушай, нету. Я не вижу, чтобы здесь было что-то такое. Нет, здесь нет такого. По температуре лучше посмотри, елки-палки. Ладно, чуть-чуть погрели и хорош. Так, где глубокая тарелка моя? Где моя глубокая тарелка? Вот моя глубокая тарелка. Кладу, беру, вот так, наливаю, наливаю, наливаю. И все сразу довольные, все сразу радостные от того, что им так принесли быстро заказ. Ура! Ура! Жалобы гостей. Даже по температуре угадал, молодец какой. Следующий заказ, следующий заказ. Я не могу терпеть больше. Давай скорее. Ой, креветочки. Креветочки я люблю, кстати, да. Топленое масло. Так, беру, значит, отсюда. Так, 30, да? Тридцаточку надо масла налить. Топленое масло. Тридцаточку. Тридцаточку топленого масла. Отлично. Соль 10, черный перец 10. Соль 10. Чёрный перец 10. Хорошо. И сюда уже 6 креветочек надо положить. Да? Да. 50 секунд жарить. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть креветочек. Отлично. Так, нужно детально управлять немножечко. Разбросать креветок этих по сковородке, чтобы они все пожарились равномерно. А то я знаю, опять они будут серыми. 50 секунд. Где таймер? Таймер вот он. Хорошо пошла. Всё в глубокую тарелку. И подавайте. Лимон на четыре части ещё раз порезать нужно. Это мы уже при... При... При этого... Приучились. Берём. Главное не переусердствовать. Раз. Ну. Падать будешь? Нет сегодня. Собака такая. Слишком ровно порезал, да? Нет, слишком неровно я порезал. Вот что я могу сказать. Криво я очень порезал. Одна долька получилась очень-очень-очень маленькой. Ну ладно. Ты шо ж поделаешь? Вот так придётся резать. Хорошо. Пойдём выключать креветок. Да не кричи на меня. Всё. Глубокая тарелка. Глубокая тарелка насколько должна быть глубокой? Наверное вот такая. Пусть будет такая. Из-под супа. Ничего страшного. Угу. Угу. Да высыпайся, высыпайся. Давай, давай, давай. Да чтоб тебя, ну. Всё равно упал не туда, куда нужно было. Ну ладно. Возьмём сейчас вот так. Угу. И пойдём дорежем лимончику. Так, 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 так. Ну где-то так. Сколько там? Ну вовсе не идеальные, короче, кусочки. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Перебьются с идеальными кусочками. В глубокую можно и так наложить, кстати, да. Украшения тремя петрушками. Пойдём, три петрушки положим. Раз, два, три. Красота. Красота. Всё, чики-пуки. Сейчас на пять звёзд. На пять звёзд. Всё жарю. Приготавливаю. Вообще красота. Всем всё нравится. И быстро самое главное. Самое главное это быстро. Всё. Гость доволен. На все сто процентов. Чё дальше делаем? Чё дальше делаем? Ну-кася. Давай. Следующий заказ. Главное, чтобы не картошка фри. Я ненавижу. Собак такая, ну. Ладно, давай со стейком. Возьмите стейк. Приправа 4 грамма соли. Чёрного перца 4 грамма. Хорошо. Стейк. Где стейк у нас с тобой? Вот он лежит. Стейк. Берём стейк. Закрываем. Вот. Давай сразу сюда положим. Соль 4 грамма и перец, да? Да, чёрный перец. 4 грамма. 4 грамма этого. 4 грамма перца. Отлично. И по сколько там? 45 секунд. Значит, на 40 секунд завожу будильник. Переходим непосредственно к картошке. Две картофельные взять, посолить, поперчить, порезать ингредиент. Картофель на части. Угу. По 15 грамм. Тут, короче, не важно. Не важно, как я это буду жарить. Я понял. Точнее, резать. Самое главное, чтобы это было бы 15 грамм. Кто не запомнил, сколько грамм было в этой... В этой ерундовине. Насколько она резалась. Я вот не обратил внимания, я забыл. Я забыл и ещё к тому же выбросил. Да... Может ты перевернуть? Нет, спасибо. Не хотел она это. Не хотел переворачиваться. Берём с тобой, значит, картошку. Кладём её вот сюда. Смотрим, что по специям. Нужно 6 грамм соли всего-навсего. 6 грамм соли. Значит, по 3 грамма соли на каждую картофельную. Это вообще минимум просто. Я не знаю, зачем её вообще солить. Всё, делов-то. И бросим её, пойдём в эту. Вот эту канитель. Потому что один хрен мучится с ней. Я не вижу смысла глупостями заниматься этими. Так, а... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежим-бежим-бежим. Чуть не пригорело. Так, со стейком ладно, пусть он греется там лежит. Здесь чашка есть, здесь чашка есть. Отлично. 300 грамм картошки. Берём сетку. Красота! Смотри, как побежали. Берём. Ставим вот сюда. Вот 10 грамм, 10 грамм. Поскольку здесь надо по 15. Да пошёл он в жопу по 15 грамм. Ещё ему надо наливать, насыпать, резать. Я чё тебе? Профессиональный резчик, что ли. Сколько там надо веточка розмарина? 30 секунд. Пойдём, возьмём таймер. Поставим на 30 секунд. И включим. Естественно, пойдём за тарелочкой. На большую тарелочку переложим. Вот на вот эту. Возьмём стейк. Большой, какой красивый. Кра... Адём за розмарином сразу. 10 грамм розмарина. Раз, два. Да положи ты. Выключай. Возьми. Положи. Возьми. Ой, смотри, как они все порумянились. Порумянились. Так, надо поставить вот сюда и взять тарелкой. Всё сразу, чтобы... Побежали, 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 побежали. Красота. В этот раз ему понравится или нет? Просто если нет, то я даже не знаю, как правильно резать будет. Да, понравилось. Смотри, как хорошо всё. Жалобы гостей. Картофель фри. Плохая техника резки. Да потому что не я резал. Естественно, я не умею резать по 15 грамм. Чётко тебе по граммам разделять картофели на это издевательство. Опять звёзд, так пять звёзд. Хорошо же. Хорошо. Чё дальше? О, это моя любимая. Берём вот эту ерунду. Её надо будет посолить, поперчить, по-моему. Ух, ёпт твою мать. Так, ну на вот это меньше времени, поэтому ничего страшного. Давай начнём с этого. Стейк лосося, соль, перец и подсолнечным маслом 10 миллилитров. Я понял. Подсолнечное масло 10 миллилитров. Хорошо. Соль, перец 5 грамм. Красота. Красота. Берём, кладём, включаем. Теперь, берём картошку. Кастрюлю надо купить новую. Утварь. Сковородка. Ой, сковородка. Кастрюля. Небольшую кастрюлю. И, естественно, литр, 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 литр воды. Не помню, сколько по времени этого лосося надо варить. Ой, жарить. Сколько там по времени? По 60 секунд, понятно. Следующий раз нужно будет её, опа, вот так вот сделать. Спусти водичку. Пара-па-па-па-пам. Просто подожду. Ой, подожду. Да брось ты его. Блядь. Да ну что ты всё-то бросил, дурень? Я не собирался прям всё-то бросать сразу. Я сейчас нарушил технику приготовления, просто прям по самой неболусе. Ладненько. Переворачиваем. Всё, а вот теперь минуту ставим. Да? Так, так. А, и так. Минута ведь? Минута. Теперь. Соль, вода, картошка. Угу. 20 грамм. 20 грамм. Где вода? Хорошо. Хорошо. Пошло-поехало. Надо вот это вот так вот сделать. Сколько варить? 120 секунд. Хорошо. 122 минуты. То есть это ещё соточку надо будет прибавить. Полторы минутки, короче. Полторы минутки после этого всего. Парарарара. Так. Пойдём вот сюда. Стейк. Возьмём стейк, по 4 соли, перца и будем жарить. Кто ж холодильник не закрывает? Ну. Безответственность какая-то. По 4 соли, перца. Выключаем филе лосося. Будильник тоже выключаем. Ой. Берём. Полторы минутки. Ставим. Хорошо. Пошла. 4 перца, 4 соли. Ну-кася. Где тут соль-то? Где соль-то? Куда сделал-то её? Вот она. Картошку солил. Забыл куда положил. Так. Хорошо. Пошло. Пара-па-па-па-па. Включаем. Сколько секунд надо? Не то. По 45. Ну ладно. По 45 так по 45. Картофель фри. Две картошки. Две картошки. Две картошки. Так. Положить. Угу. Блин, а может уже прошло 45 секунд-то? Ты как считаешь? Я считаю, что прошло. Может не прошло, может прошло. Хрен его знает. Ну сейчас вот это время закончится. Прямо выключаем картошку. И пока то еще пятая-десятое. Сейчас это... И выключаем еще и стейк. По 3 грамма соли. Да... Да чтоб тебя. Отлично. Картошку берем. Не сюда. Не сюда, говорю. Картошку надо выключать. Эти. Сначала таймер, потом картошку. Картошка сварилась. Хорошо. Ну и естественно... А, стейк вообще надо выключить. Все. Гаси. Вторую картошку беру. Тащу. Вот в эту вот ерундовину. Беру. Беру. Потом нажимаю. Сюды. Вытаскиваю. И теперь надо все это дело переложить в сеточку. Долгий это процесс весьма, но... Что ж поделаешь? Давай, давай, давай. Наполняем. Стейк пожарен. Получается осталось нам всего ничего. Да? Нам осталось сварить лишь... Пожарить, точнее, картошку 30 секунд. Давай 30 секунд картошки. Запустим. И пойдем переложим вот эту вот ерундовину. Берем тарелочку. Берем две картофелины. Чутка мимо. Ну мимо и мимо. Ничего страшного. Да, конечно, именно это я и хотел сделать. Епа твою мать. Ну возьмешься ты, нет. Ой, не сварился до конца. Ну и ладно. Чутка снизу не дожарился. Бежим, 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 бежим. Гость доволен? Самое главное, чтобы гость был доволен. Жалобы гостей. Вообще нет жалоб. Бежим. Тысяча баксов. Отлично. Тысяча баксов. Это хорошо. Берем. Берем больш... Ты куда ты поставил? Чуть не уронил. Берем с тобой большую тарелку. Тут надо, по-моему, украшать, да, розмарином. Берем стейк. Нет, возьмем сначала картошку всю. Наложим картошку, потом стейк, а потом сверху розмаринчик положим. Красота же? Красота. Так, стейк и два розмарина. Ляпота. Положили. Положили. Отдали. Красота. Опять пятизвездочный. Че-то у нас сегодня день удачный. Самый удачный день. Жалобы гостей. Ну, естественно, техника резки. Она подводит. Так. Пропустить фазу уборки, но она мне, по сути, не нужна. Здесь нужно просто спустить вот так вот воду. И вот. И суп, в принципе, вот этот вылить. Потому что это не суп вовсе, а просто грязь. Не грязь, а отвар от картошки. Давай уберем вот это. Потом уберем вот это. Потом уберем вот здесь. И потом, 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 что? Потом суп с котом. Пойдем посмотрим, что здесь у нас с тобой. Ну, здесь все в целом чисто. Я вот думаю, может, нам с тобой на этом закончить. Сейчас перки выберем, и день у нас пройдет. Да? Да, наверное, да. Давай. Полчасовая такая у нас серия получилась. Прям вообще отличная. Доход от блюд, доход от чего? Общий доход 50... 59 центов. А, ну мы с тобой кастрюлю купили, и как ее называют? И кастрюлю, и насадки, и контейнер. То есть мы там накупили много чего, поэтому так. Завтра ресторанный критик. Произведите на нее впечатление, все узнают. Ага, понятно. Хорошо. Обязательно займемся ресторанным критиком. Но в следующей серии. Давай навыки выбираем. Увеличение прибыли. Прибыли, ладно, прибыли, ладно. Ничего страшного. Вот за поданные блюда начисляется очков больше. Вот это было бы круто. Вот это давай прокачаем. И давай прокачаем... Даже не знаю, что прокачать. Терпимость к вкусу бы еще прокачать, но нет. Даже не знаю. Давай утварь изнашивается меньше. И блюда сейчас... А, блюда не дают нам изучить. Грустно, грустно. Ну а что поделать? Давай на этом попрощаемся. Сохранимся. Сохранимся. Вот сюда вот. Перезапишем файлик. И спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии, в других видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok